Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, у нас сегодня будет великолепное видео, посвященное коллекционерам, коллеканцелярии из магазина Moody. Вот такой я пакет целый скупил, по чеку у меня вышло ровно 2001 рубль. Сейчас посмотрим, что я там накупил. Moody, для тех, кто не знает, фан-шоп, вещи против скуки, там продается куча всего. Что-то типа красного куба, такая, знаете, барахолка для тех, кто не знает, что подарить. Можно зайти в Moody, там есть и тарелки, и спиннеры, и посуда, и игрушки там. Ну, игрушки в плане такие мягкие, типа, такие приколюшки, игрушки. Вот, много всего интересного, и там есть целый отдел с канцелярией. То есть, типа, можно заказать на Алиэкспрессе, можно купить в Экспрессе, в магазине, на рынке, где угодно. Но я вот сегодня закупил в Moody на 250 рублей. Вот, давайте посмотрим, что ж там такое за канцелярия. Целый пакет еще по цене, друзья. Ну, смотрите, огромный чек, здесь все, видите, плюс-минус 49, вот 269, 49, 69, 69, 159. То есть, я взял все в такой ценовой политике, но у меня вышло на 2001 канцелярии. С ума сойти. Давайте посмотрим, что-нибудь уже начнем, и пакет огромный с канцелярский. Давайте первое посмотрим. Вот такая вот ручка-единорог. Да, друзья, и в Moody все для девчонок, то есть, там пацанского, ну, супер мало, короче. Вот такая вот ручка. А нам нечего писать. Подожди, нет, сначала я покажу вам другое, другое. Вот, значит, а вот такая вот тетрадочка. 12 листов, набор тетрадей школьных, 3 штуки. А, тут 3 тетрадки, серьезно, а я не знал, а я не знал, я думал, тут очки одна тетрадочка. Так, давайте мы ее, блин, аккуратно здесь, вот так вот так откроешь, реально, можно поцарапать тетрадку. Слушай, а я и не знал, здесь 3 тетрадки. Я просто хочу, чтобы у меня была одна тетрадка, на чем можно было проверять ручки-дрючки. Такс, опускаем немножко. Давайте посмотрим. Тетрадка. Значит, что? А-а-а, ага, они получаются у нас одинаковые. То есть, вот такая вот принцесса, русалочка. Слушай, ну, качество довольно плотное, приятное, такая вот как бы тетрадка. Почему нет для девочек, что это за брак такой? Смотри, брачокс. Вот такая тетрадка в клетку, их тут 3 штуки, прикольно. Можно было бы сделать даже 2 в клетку, 1 в линейку, почему нет? Но, видимо, вот так они решили сделать. Прикольные такие. Ну, вот видите, вот девчачьи. Пацан с машинками, трансформером там не было. Ну, вот русалочка и русалочка. Вот. А так, в принципе, тетрадки неплохие, хорошие, довольно качественные. И давайте мы сейчас одну будем использовать жестко, прям для наших мега-тестов. Давайте мы вот так сделаем. Ручка-единорог за 200 рублей. Точно помню, сколько она стоила. Безумные, конечно, деньги. И это не просто, друзья мои, ручка-единорог. Это ручка сквиши. Сквиши. Вот такая, подожди. Она не пахнет ничем. Ну, в смысле, она пахнет вот этим вот сквиши-материалом. Вот такая вот ручка. То есть, ее можно жмякать, не мякать. Прикольная вот такая ручка, вот такой единорожек. У них очень много, кстати, всего с единорогами. Но ручка забавная, каким цветом она пишет. Писать, конечно, будет неудобно. Придется держаться за сквиши, как бы за саму основу. Я думаю, может поломаться. А как она? Она получит одноразовая, что ли? Она... А, нет, смотри, можно ее разобрать вот здесь вот аккуратненько. Снять колпачок. А, нет, да, друзья, она одноразовая получается. Вот такой у нее стержень. То есть, проще купить новую ручку. Он, как бы, если только откусить как-то. Но нет, она одноразовая. Вот, но с другой стороны... А, она просто... Она не откручивает, она просто вытаскивается. Все понятно. Все понятно, как пишет. Ну, пишет вроде нормально. Бейзо. Ну, пишет такое... Не, пишет, кстати, нормально. Реально хорошо рисует. Но даже... Ты знаешь? Нет, слушай. А рисует прям приятно. У меня почерк ужасный. Кирилл. Давайте напишем. Как мне в комментариях пишут. Подписка. Подписочка. Подписочка. Обязательно колокольчик. Неудобно писать, но в целом ручка приятная. Стильнее. Единственное, что единорожка будет за... Затираться. А, кстати, я же пенал еще взял. А где пенал? Вот, друзья, смотрите, что я взял. Я взял вот такой вот пенал. Ну, какие филины. Таким прикольным филином. Мне так он понравился. Он стоил, кстати, 69 рублей. Здесь такая вот есть штучка. По идее, должна быть с воздухом. Но, видимо, кто-то где-то ее проколол. Да, видите, порвали. А зачем? А почему? Непонятно. Ну, вот такой прикольный филинок. Она, кстати, в него влезет. Там были разные пеналы. Там были классные пеналы в виде этого. Знаете чего? В виде конверсов. Ха-ха. Надо было взять. Слушай, ну вот эта ручка не влазит в пенал. Она прям больше, чем нужно. А, нет. Нет, кстати, можно запихать. Но можно запихать. Поэтому филина. Но я бы не советовал. Потому что она будет портиться. Может погрязниться. Окей. Вот такой пенал из муди. Забавный. Прикольный. Мне прям... Ой, перо тут красное. Не, текстурка. Ну, простенький. То есть, максимально дешевый. Он в закупке, я думаю, рублей 5 стоит. Продают за 59. Ну, в принципе, кому очень надо. Вот филин прикольный. В принципе, ничего не торчит. Волосов нигде нет. Нормально годится. Дальше идем. Это не совсем канцелярия. Это вот такой ингреберсик. Я его себе взял. Он очень сделан прикольно. Это, короче... Ну, уже фишка прошла с ингребердами. Но где-то они еще... Там была свинья. Был вот такой Ровио. Все по лицензии. Все законно. Все четко. Грязненький тут немножко. Себе купил. Повешу себе его куда-нибудь на рюкзак, наверное. А может не повешу. Не знаю. Но вот такой. Утипутичка. Прикольно. Вот эту штучку. Плюш Apple. О! Плюшевое яблоко. Это законное. А Стив Джобс вообще в курсе, что происходит. Ну, прикольный. Забавно. Я такого люблю, парни. Так, идем дальше. Вот интересная вещица. 69 или 79 рублей стоила. Закладка Крокодил. Букмарк Крокодил. То есть, типа... Вот так это дело выглядит. Опа. Все. Коробка абсолютно здесь ни к чему. Вот такая вот закладочка. Букмарк Крокодил. У меня книга... Ой, вот у меня есть книжка Димки Портнягина. Купил, ни разу не открывал. Трансформатор. Я все просил на рекламу. Да, никто не дал. Допустим, я ее прочитал. Где-нибудь вот здесь. Слушай. Ну, вообще. Смотри, как смотрится здорово. Прикол. Прикольно. Прикольчик. Блин, не могу вам показать. Сейчас сделаю. Подожди. Опа. Покажу. О, смотри. Как будто там крокодил. Не, смотрится довольно симпатично. Мило. Прикольчик. Годится. Мне нравится. Лайк. Лайк стопудово поставить можно. Идем дальше. Что тут есть еще? Еще есть вот такие прикольные набор ластиков. Шесть штук. Типа это, типа, игральные кубики. Ну, когда в школе вот делать вам нечего. Можно прям раз. И стирать. А я взял карандашик, кстати. А я, по-моему, точилку не взял. Блин, забыл про точилку. Ну, вот такие вот набор кубиков. Это, кстати, не первые ластики. За сегодня, которые будут, пахнут. Ну, приятно. Резина. Вот такие кубы. То есть, можно оп, шеш-беш поиграть. Да? То есть, прикольно, забавно. Или можно башенку строить. На уроке, когда вот сидишь в школе. А сейчас уже все дома сидят. Ну, поэтому так. Делать конечную уроку. Так раз. И построил пирамидку, башенку. У меня есть карандаш. Где-то был. Вот. Такой вот карандашик я взял. Смотри, какой милый. Такие у нас единорожицы. Друзья мои, какой кошмар. ХБ Пенсил. Ребят, ну тут так написано. Уж извините меня. Поэтому вот так написано, как написано. А вот. Значит, единорожки. Забавно. Забавно. А точилку я, по-моему, брал. А может, и не брал. Дальше идем. Надо вырезать. Наверное. Короче. Да. Сейчас. Секунду, ребят. Наверное, придется вырезать данное слово. Короче. Вот такая вот ручка. Смотри. Она как бы Микки Маус. Но как бы не Микки Маус. Получается, она выкручивается. Здесь два. Ой. Аккуратно. Аккуратно. Главное, не переборщить. Так. Смотрим одну. Ага. Она зафиксировалась. Это синяя ручка, я так полагаю. Ну-ка. Ну. Пожирнее пишет. Мне понравился больше единорог. Так. А вот это у нас какая ручка? Черная, что ли? Да. Смотрите. Черная ручка. Прикинь. Вообще, я бы красную сделал. Но красную типа нельзя. Якобы учителя. Все дела. Чтобы не подделывали подпись. Ну, хотя кому надо, подделывают. Ручка. Ну, типа за 50 рублей. Не знаю. Можно и получше найти, я считаю. Дальше. У меня вот такой блокнот. Есть тут. Let's start. Тетрадь на замочке. 60 листов в линейку. Давайте откроем. Посмотрим. Все порвалось у меня. Такс. Ага. Let's start. Здесь забавно. Ключи висят на замке. Да. Но как бы, как их снять, вот максимально непонятно. То есть, чтобы открыть эту штуку, нам надо снять замок. А ключи у нас на замке. И как мне достать? Ключи есть, они на замке. Чуваки, вы серьезно? Ну, то есть, я хочу сказать, какого фига? Типа, дайте мне, откройте. Как открыто его? Ладно. Понятное дело, что здесь можно как-то их подцепить. А, она... Сейчас. Слушай, ну так не пойдет, ребят. Так нельзя было делать. Неужели нельзя было просто положить их? Ну, чтобы не потерялись, видимо. Но, тем не менее. Ткнулся в палец, в ноготь. О, я снял ключи. Окей. Два ключа. Чтобы никто вашей секретики не узнал. Конечно, качество замка максимально убогое, дешевое и прям неприкольное. А мне кажется... А, нет, смотри, даже работает. Это даже работает. Ну, хорошо. Вот такой замоч. Опа. Опа. Листочки. Ну, обычный блокнот. Let's start. Почему нет? Вот такой. Без маркировок. Без всего. В смысле, без штрих-кодов. Штрих-код был на упаковке. И ключик. Интересно, закрывается без ключей? Сейчас проверим. Дуа, смотри. Закрыли без ключей. Открыли с ключами. Нормально. Годится. Ключики. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Вот такие, друзья мои, крутые ластики с динозаврами за 59 рублей. Мне бы такие в первом классе. Я был бы самым счастливым пацаном на районе. Давайте их достанем. Ах ты. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Ой, какие крутые они. Блин, какие они прикольные. Смотрите. Это стегозавр. Такой. С хвостом. Тыщ, тыщ. Слушай, вот это крутые. Прямо это как фигурки. Можно даже, знаете, что с ними делать? Можно играть в настолки с ними. Офигенные динозавры. Мне нравятся. Вот такой есть. Типа Терекс. Дальше. Трицератопс с одним. Рожище. Почему-то один урок, но окей. Вот такой, да? Понятное дело. Диплодок. Самый стандартный. Они пахнут вообще. Ну, такие резиновенькие. Самый стандартный набор динозавров, который вообще есть. Вот такой еще есть. Крутейший. Окей. Окей. Хорошо. Давайте дальше смотреть. Вот что у меня есть. Мини карандаши цветные. 12 штук. Color Pencil. Как будто такая вот у него футляр. Кейс такой. Но он почему-то не открывается. Как Муди. Слушай, он не открывается. Я не знаю, как его открыть. А, он в пленке. Серьезно? Да, он в пленке. Посмотри. Во, блин. Кто бы знал. Кто бы знал, что он в пленке с уши. Ну, а. Странно. Странно. Где ни одного маркировки, ни о том, что это, кто это. Вот такие карандаши. Чисто а-ля Икея. Посмотри на них. Уйти. А, посыпались. Они вообще будут интересно рисовать. Да, смотри, рисуют. Я бы не сказал, что сильно хорошо. Хотя такие плотненькие карандашики. Довольно милые. Ну, кот розовый. Ну, блин. Я все время в школе, в детстве был за маркеры. Потому что карандаши, конечно, хорошо. Но, мне кажется, маркеры лучше. Рыженький тут такой. Ну, блин. Не знаю. Ну, карандаши, как карандаши. Наверное, можно найти лучше. Но они стоили что-то не сильно дорого. А так вот. В таком футляре без маркировок, без всего. Мало ли что вы тут будете хранить. Вот. Ну. Есть и есть, типа. Прикольно. Но странно, что без маркировок. Ну, чтобы качество, типа, удешевить. Окей, принимается. Дальше идем. Вот такая штука тут есть. Смотри. Устроим дископати. Прям на превьюху, да? Канцелярии из Муди. Памчики. Пам-пам. Эта ручка стоила, блин, почти. По-моему, рублей 300 она стоила. Подожди, где? Это была самая дорогая. А, нет. Подожди. Да, вот. 200 рублей она стоила. Окей. Ручка шариковая. Вот это прикол. Вот это здорово, корова. Че, кого, как дела, ребята? Тынь-тынь-тынь. Вот это прям прикольно. Ее хотя бы удобно. Ну, хотя, нет, надо все равно будет перевешивать. Ну, попробуем пописать. Слушай, она плотнее. Нет, тут единорог мне прям больше понравился. Это что-то прям как-то вроде работает, а вроде нет. Ну, тут это прикольная штука. Лечи. Че, как? Как дела? Йоу, подписка на канал, ставь лайкос. Крутяк. 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 Это вообще респект. Дальше идем. Набор ластиков. Бисквит тоже прикольный. Не знаю, что их взял на самом деле. Я не хочу их открывать, но они такие миленькие, прикольненькие, забавные ластики. Но это вот прикол, знаешь, типа реально. Либо офисным работникам это можно задарить, либо еще кому-то ластиков. Там, конечно, в муде дофига, по-моему, еще, а, по-моему, да, все, больше ластики я не взял. Но вот такие вот бисквит, бисквит и бисквит. Вот такие прикольные ластики. Но резиновенькие, резиновенькие, годится. Дальше. Тут еще не все, еще не все. Вот что еще есть. Хы тыщ. Здорово. Здорово, ребята. Как дела? Вот такая вот ручка с котами. Прикольно. Тут шпроты, не шпроты, забавная ручечка. Памчики-пам. Слушай, ну она, конечно, пишет, она убога. Она прям вот неудобно ей писать. Она вроде нормальная, если прям надо очень. Но по факту очень прям неприятно в руке лежит. Прям слышите? Убогий звук. То есть вот здесь, допустим, такого нету, такого не происходит. Ну-ка. Происходит, но приятно происходит. То есть, да, типа почти не слышно. Вот. А это, конечно, вот это вот дизлайк муде. Дальше идем. Наверное, сегодня будет единственный дизлайк на эту ручку. Так, слушай, вот на 2000 я набрал товаров, а по сути ничего и не купил. Ну, так всегда в магазин пошел, а товара не купил. Так, сейчас достану из пакета. Уже все. Вау. Так, осталось немного здесь. Значит, вот это, вот это. Это стикер с собой. Это вот аккурат вот к этому вот пеналу. Это вот стикеры вот такие. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Прикол. Годится. Дальше. Лама-ручка. Везде были популярны ламы. Лама-ручка-ручка. Лама-ручка-ручка. Вот такая вот лама. Это, кстати, ластик. А, это не ластик. Ну, как она пишет? Слушай, ну, все синий. Вот это приятно пишет. Приятный такой цвет. Но при этом качество. Вот этот вот звук. Как будто в школу реально снова вернулся. Не пойдет. Дальше. Вот такой еще кот. Очень похож на этого кота. Но это не этот кот. Тоже есть такие ручки. Ой. А, она в колпачке. Смотри. Вот это первая ручка, где был колпачок. Остальные что? Уже кто-то пробовал до меня? Вот этот звук у них неприятный какой-то. Мне не нравится. Хотя, ну, отличается, кстати, качество чернил. Я вот смотрю. Не качество, а толщина. И все вот это вот дело. Так. Ну, понятно. Понятно. Все. Вот такая штука. Дальше. Это еще не все. Вот что я купил. Смотри. Магниты, кассеты. Это я взял себе на холодильник. Вот это прикол. Вот это смотрится как минимум офигенно. Это как будто из Стражей Галактики. Крутяк. Смотри. Они резиновые, как будто ластики. Но это не ластики. Это реально кассеты. И они крутые. Мне прям нравятся. Дальше. Вот такой влипусечка. Это у нас единорожечка. Ластик. Состав. Мне даже не хочется его открывать. Ну, типа, он просто прикольный. Ладно. Давайте откроем. Он просто прикольный. Такой забавный. Милый. Так. Ой, а он как будто бы... А, смотри. Он разбирается. Да? Только зачем? Зачем? Для чего? Чтобы что? Ну, вот такой ластик. Все. Единороговая. Девчачья. Ну, забавный в принципе. Почему нет ластика? Ластик вот такой прикольный. Пахнет? Да нет? Не пахнет. То есть, может быть, битва вот этого против вот этого. Годится. Так. Осталось последние две вещи. Значит, первое. Это Have a Nice Day. Вот эта вот штука. Я немножко не понял, что это такое. Но это какая-то лента. То есть, типа, лента куда-то что-то с котятками. А, wanna date? Look, look. Happy time. Не знаю, куда ее сделать, что это сделать. Типа скотча, да? Как будто бы. Вот он. И куда-то приклеить. Может, что-то можно залепить. Вопрос только что и непонятно. Наверное, ученику рот, когда много болтает на уроках. Ну, такая. Типа, есть и есть. Не знаю для чего. И финально. Отточилку я, да, не взял. Слушай, забыл. Вот такая вот штука. Это у нас медведь. Медведь. Здравствуйте. Это маркер, друзья. Представляете? Маркер, блин. Который рисует, ну, максимально такое себе. Не знаю. Вот, друзья. Вот такой у нас сегодня был выпуск. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Если интересно, то пишите в комментариях. Я еще пойду куда-нибудь куплю. Мне сегодня очень сильно вот эта вот штука понравилась. Прямо. Здорово, ребята. Че, как дела у вас? Тыщ, тыщ, тыщ. Апа-па-па-па. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok